Начать день с пробежки. Что может быть лучше для того, кто живет спортом? Тем более, если это еще и вторая суббота августа, день физкультурника. Так, уже утром на набережной юности собрались неравнодушные к спорту люди от мала до велика. Вначале небольшая разминка, а уже потом забег вдоль реки Клязьма, по городским набережным до парка культуры и отдыха. В этом году он стал одной из четырех главных площадок Дня физкультурника Московской области. И именно в городских парках, точках притяжения в муниципалитетах, состоялись основные спортивные мероприятия. Хочу пожелать всем, заниматься спортом как можно больше. Это хорошее занятие, физически сильные люди, это успешные люди. И у нас в городском округе для этого есть вся инфраструктура. Как я сегодня сказал, 25 федераций спорта, все направления, начиная с спортивной гимнастики, бокса, футбола. Все, весь спектр у нас представлен. Открыл мероприятие щелковец, чемпион мира по керлингу на колясках, мастер спорта международного класса Виталий Данилов. В этот день выдающегося спортсмена наградили почетной грамотой главы городского округа Щелкова за достижение высоких спортивных результатов. Сегодняшнее мероприятие на День физкультурника объявляю открытым. Формирование характера, формирование физической культуры, потому что здесь сам смысл в слове заложен, это культура, культура физического тела. То есть это наравне с культурой духа, с культурой мысли, с культурой слова. Это формирует как раз вот это ядро здорового общества. В свою бытность я увлекался разными видами спорта. Именно это сформировало тот фундамент, на котором в дальнейшем мне удалось достичь именно серьезных результатов спорта. В этот день состоялись соревнования по волейболу, состязания по дартсу, а самых сильных и выносливых ожидал кроссфит. Также гости смогли присоединиться к зумби, зажигательной фитнес-программе, а затем посетить занятия по оздоровительной гимнастике, погрузиться в процесс координированных посы движений тела, дыхания и медитации цигун. Также на центральной сцене парка выступили щелковские каратисты. Муниципальные спортивные учреждения и городские фитнес-клубы представили различные спортивные и интерактивные площадки. И юные, и взрослые гости парка смогли найти занятия по душе. Все участники этого яркого масштабного мероприятия в очередной раз доказали – щелково живет спортом. Сегодня самые активные смогли проявить себя как в индивидуальных, так и командных дисциплинах. И самое главное – это тот заряд позитива, которого хватит на целый год. Быстрее, выше, сильнее – девиз чемпионов и всех неравнодушных к физической культуре людей. В день физкультурника щелковские активисты спорта собрались и на городском детском стадионе. Здесь было организовано множество интересных спортивных активностей. Можно было сыграть пляжный волейбол, стритбол, футбол, продемонстрировать свое мастерство в экстремальных видах спорта – на скейт-площадке и дерттреке. Сегодня мы проводим кучу соревнований для молодых ребят из Щелково и Москвы, чтобы они могли показать себя в дисциплинах БМХ и экстремальный самокат. Каждого по две попытки он должен показать как можно больше трюков за минуту. Мы поставим ему оценку, потом ребят проранжируем и трем самым крутым выдадим деньги и еще призы от наших спонсоров – скелетон. Показать всевозможные трюки на своем четырехколесном друге решили молодые люди не только из Щелково, но и других городов Подмосковья, а также из столицы. Я участвую в велоэкстремальном контесте. Приехал побеждать. Катаюсь я три года. Нравится, потому что это экстрим. Ты получаешь несбываемые эмоции во время прыжка, как и в любом экстремальном виде спорта. Если у тебя что-то получается хорошо, почему бы этим не заниматься? На футбольном поле встретились футбольные команды ФОК Щелково, Юность микрорайона Бахчеванджи и Факел Фрянова. По итогу игр честную победу удалось вырвать фряновским ребятам. Игроки уверены, подобные спортивные фестивали необходимы для молодежи, ведь они помогают приобщаться к спортивному образу жизни. Играли с ФОКом, играли с Юностью. Хорошо играли. Мы еле вырвали победу. Вырвали на последних секундах. Такие фестивали нужны, чтобы набраться опыта и лучше стать играть. Самым долгожданным и волнительным моментом стало, конечно, награждение. По итогу каждого из соревнований были названы лучшие команды и спортсмены, которые выступали в индивидуальных видах. Например, лучшим среди мужчин в кроссфите стал Алексей Жилтов. Он занимается спортом уже порядка 17 лет и сам является фитнес-тренером. Это замечательное спортивное мероприятие, когда люди, объединенные, так сказать, увлечением, спортом, собираются, празднуют, проводят всякие соревнования, конкурсы, ну и, соответственно, радуют и мотивируют окружающих людей, дают пример подрастающему поколению. Глядя на них, даже самый неспортивный задумается, не заняться ли физической культурой. Главное – желание и упорство, чтобы тело и душа были молоды. «Физкульт! Ура! Физкульт! Ура!» Анна Балиет, Мария Буржинская, Сергей Максимов, Валерий Жиглей, Александр Оржевский, Андрей Белкин, Константин Григорян, Щелковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...